Она создала новый образ армянской женщины начала 20 века. Армянская леди Диана, чьи труды и стремления воодушевляют уже несколько поколений. Сохранение армянства и представление первой республики Армении всему миру – не просто цели, а жизненная кредо Дианы Абгар. Диана Абгар при рождении Анаид Агабекян, первая армянская женщина-дипломат и действительно малоизученная персона. Родилась в Британской Индии 12 октября 1859 года. Образование получила в духовной семинарии Калькутты. В 20 лет Диана вышла замуж за купца Микаэла Абгара, чья семья обладела торговой компанией сначала в Бомбее, потом в Калькутте. Супруги почти сразу переехали в Японию. Город Йокугама в 40 минутах от Токио. Это огромный портовый город в Японии. Супругам и здесь удалось открыть и продолжить семейное дело. Спустя 15 лет совместной жизни Микаэл внезапно скончался. Диане пришлось взять управление делами в свои руки. Живя в Японии, Диана поняла, что ей нравится не только читать книги, но и писать их. Она в совершенстве владела английским, хинди, разговорным японским и французским. Говорила и писала на одном из диалектов армянского, которому она научилась дома. Во время Первой мировой войны тональность произведений Дианы изменилась. В 1915 году началась массовая резня армян в Османской империи. Душа Дианы не находила себе места. Она не могла молчать и одну за другой написала сразу несколько книг о геноциде. Правда о резне армян, армянский вопрос, Армения, которую предали. Эти произведения стали бестселлерами своего времени. Дианы Абгарф – это женщина, которая символизирует отношения между Японией и Арменией. Женщина, которая, как первая женщина-дипломат, можно так считать, которая была назначена ровно 100 лет назад, в 1920 году, тогдашним премьер-министром, который одновременно являлся министром иностранных дел Хамо Ханжаняном, как почетный консул Первой республики Армении в Японии. Диана Абгарф была очень активна и до этого назначения, и после оставила огромный вклад, очень много работ, трудов. Диану Абгарф принято считать первой армянской женщиной-послом, но верна ли такая формулировка? Ответ на этот вопрос знает Мелинэ Месрупян, исследователь в университете Тохуку, поделившаяся своими материалами и личным исследованием. По словам Мелинэ, Диана не была дипломатом, поэтому словосочетание «первая женщина-дипломат» не очень корректно. Она официально не вела и не могла вести дипломатическую деятельность, так как Япония наряду с великими европейскими державами признали независимость первой республики Армении лишь де-факто, поэтому официальных дипломатических отношений между странами не было. Хоть Диана и не занимала официальной должности, но к ее мнению обязательно прислушивались. И фактически Диане удавалось решать все консульские вопросы армян, удавалось защищать армян как физически, так и морально. Благодаря именно ей в далекой Японии и не только армянский вопрос стал известен. Для беженцев через Сибирь и Владивосток Япония была больше транзитной страной, а Абгар помогла очень многим перебраться в США и Канаду. Огромный вклад в образование такой большой общины внесла именно она. О чем же работа Дианы? Об армянах под Османове. О том, как тяжело не просто жить, а выживать, находясь под гнетом чужака, живя каждый день и каждый час в страхе за свою семью, за весь род, за всех армян. Как страшно жить, зная, что завтра тебя могут выгнать из дома или убить тебя, твою жену и детей. Вся деятельность Дианы была посвящена Западной Армении и армянам. Например, начиная с 1913 года на конференциях мира в Женеве она старается изо всех сил привлечь внимание к армянскому вопросу, заранее связавшись с некоторыми участниками конференции. Участвовала в конференциях по миру, проходящих в Голландии, и даже подписала там некоторые документы, до сих пор хранящиеся в голландских архивах. Доброта, стойкость, смелость и целеустремленность – лишь некоторые качества, которыми характеризуют Диану. Женщина была предана не только Армении, но и армянской церкви. По словам одной из внучек Дианы, та никогда не посещала японские церкви. На вопрос, почему, ответ был один – они не армянские. Мало кто знает, но правнучкой Дианы Абгар, Мими Малаян был снят анимационно-документальный фильм под названием «Дипломат без государства», который вышел на большой экран в рамках 16-го кинофестиваля «Золотой абрикос». Прологом фильма стали строки из дневника Дианы Абгар. «Мыслью и душой я погрузилась вглубь самого ужасного и горького вопроса моей несчастной нации, которая страдала и заливалась кровью под игом самых жестоких и тиранических угнетателей. Мы недавно переехали из Индии в Японию, где я собиралась родить нашего первенца. Мужа моего мы нигде не могли найти, кредиторы явились, чтобы забрать практически все наше имущество. Никогда еще я не чувствовала себя столь беззащитной и одинокой в мире. Я ощущала себя беженкой на чужбине. Я спрятала свои драгоценности у соседей. Я испытывала стыд и позор, но понимала, что должна спасти семью. Но лишь Господь знал, как помогут мне эти маленькие украшения в будущем». К 67 годам у Дианы начались проблемы со зрением и слухом. Страдала она от возрастных проявлений артрита. Диана Абгар скончалась 8 июля 1937 года в Йокугаме. Похоронена там же на кладбище для иностранцев рядом со своим мужем. В 1938 году ее сыновья эмигрировали в Соединенные Штаты, взяв с собой все письма и рукописи своей матери. Виктор Гюго писал, что женская храбрость заключается в любопытстве. Диана была именно такой. Несмотря на то, что ей так и не удалось побывать на своей исторической родине, Диана всю жизнь мечтала об Армении. И несмотря на то, что переживает наш народ, Диана была уверена, что жить и созидать на своей родной земле есть нечто сакральное и великое. Мысли Дианы актуальны и по сей день. Анна Хачатрян, телеканал Западной Армении, специально из Японии.